Я хочу сначала начать с похвалы ваша адрес. Кроме того, что хорошее искреннее письмо, и это многие пишут, такие искренне хорошие письма, тут у вас еще некое достижение. Вы относительно, не слишком длинно все-таки, надо было сократить, конечно, но ничего. Но в таком тексте обычного объема, просто у нас требуется намного меньше объем, но в таком тексте вы изложили томление души, стремление к пониманию того, что мы в молитве говорим Авину Малкейну, наш Отец, это Всевышний, и наш Малкейн Мелых, наш правитель. Ты и Отец, ты и правитель, это разные качества Всевышнего, и такое качество, и такое качество. Вы только про одно писание, на самом деле есть еще другое качество, и так далее. В общем, письмо хорошее, отличное, искреннее. Что вам ответить? Ответ несложный, как раз ответ будет короткий. Прежде всего, общее, всегда так, не требуйте от себя немедленно большего того, что есть. У вас не получается отещание, не фиксируйтесь на этом, не зацикливайтесь. Все придет своим чередом. Потому что это означает, что у вас превалирует рациональность, превалируют такие качества, которые связаны больше с разумом, а не с чувством. Так нужно готовить себя. Чтобы это пришло, нужно готовиться. Чтобы вам кто-то налил воду в стакан, надо стакан принести. И просить, я хочу воды. Он нальет. А если ты придешь, я хочу воды, для нашей модели разговора, допустим, нет у него стакана, у того человека. Как он тебе даст воду? Вот кран, открой, попробуй выпить из крана. Можно. Сами понимаете, не очень удобно, не очень правильно. А пришел со стаканом, получил воду. И все хорошо. Так что, станьте постепенно таким сосудом. Как это будет? Как сделать? Прежде всего учить то. Спокойно учиться. Не фиксировать, не требовать ничего. Не страдать и не мучиться. Молиться, как нужно молиться. Написано в Сидуре, в Молитинге. Все красивейшие, прекраснейшие молитвы. Все есть. Пользуйтесь этим. Теперь, как ни странно, я скажу какую-то вещь, которая покажется странной, может быть, старайтесь слушать еврейскую музыку, наши песни. Я имею в виду религиозные, так называемые религиозные. На игре это Змирот, или есть и другие слова на эту тему. Это где слова все, из Торы или Танаха. А мелодии разные. Разные еврейские, этнические группы еврейские, разные мелодии создают, разные подходы к музыке. Слушайте разные. В наше время, когда есть записи и прочее, это очень несложно через интернет. Кстати, старайтесь слушать, особенно там субботные мелодии, праздничные мелодии. Старайтесь слова разобрать, старайтесь мелодию. То есть внесите к себе еще и не только рациональную сторону, но еще и эмоциональную составляющую. А музыка это сильнейшее эмоциональное составляющее. Так что вот возьмите, есть тысячи буквально, я не преувеличиваю, тысячи прекрасных мелодий на тысячу слов, и на каждые слова испанецкая мелодия, так что есть пять и десять тысяч. Те, кто нравится, отбирайте в сторону для себя и слушайте каждый день такие мелодии, песни, расширяйте. Это у нас не песни, у еврейских традиционных, а только традиционных, не о каких-то неправильных песнях. А именно религиозные песни, это всегда только о Всевышнем, только о небе, только о еврейском народе. Это не любовная лирика, это всегда только возвышенная и высокая. И красивые мелодии. На вкус, тут я не могу сказать, каждый свой вкус, но обязательно у вас будут десятки мелодий, которые вам понравятся. Они вам будут помогать. Вот, пожалуй, и все. Да, но не забудьте, поскольку я выпью, чтобы вы из Москвы, я еще раз повторю, абсолютную, настойчивую рекомендацию мою изучать и варить, и знать его свободно, знать хорошо. Я чувствую, что вы человек молодой, вам хватит год-два, чтобы отлично знать, и полгода, чтобы неплохо знать. Но это нужно взяться, засучить рукава, как говорится, и взяться. И тогда перед вами откроется мир не только мыслей, но и эмоций. Потому что наш язык небесный, в нем много эмоций, в нем много бесконечных мыслей, бесконечных эмоций. Вот еще один совет. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...